Приветики всем! Вспомним летние тренды. Сделаем оригами игрушку антистресс из бумаги, без клея. Поп-ит своими руками, не с кликающими пупырками, а с шатающимися, похожими на бумажные кнопочки. Вернем самодельной поделкой счастливые летние деньки. Из бумажного квадрата 10 на 10 сантиметров сделаем цветные пупырки для антистресса. Складываем заготовку пополам. Разложим и сложим еще раз пополам, только с другой стороны. Снова раскладываем и на этот раз к центру загибаем каждый угол квадрата. Вот так. А теперь смотрите внимательно. Загибаем одну сторону и сверху на нее сгибаем и вторую. После, как все подровняем ровненько, можно хорошенько прижать получившиеся сгибы. Таким образом, мы поделили квадрат на три равные части. С одной стороны. Теперь нужно повторить такое же действие, только с противоположной стороны. На самом деле, это делать очень легко. Просто для вас мне нужно показать все нюансы оригами складывания. Раскроем и потянем за боковые края. Нижнюю и верхнюю часть загнем до первого сгиба. Это будут бортики или стенки пупырки. Только две. Две остальные мы загнем немного по-другому. Складывая по диагональным линиям и загибая уголочек вовнутрь бумажной крышечки. Да, так. И с обратной стороны проделаем так же. Отлично. Дублируем пупырки разных цветов. Целых пять штук. Ну вот они. Из белого листа бумаги формата А4 сделаем пружинки для прыгающих пупырок. Складываем лист в трое. Ты так умеешь, только что делали. Главное не забывай, что все сложенные стороны должны доходить до сгиба. Иначе ровные полоски не получатся. Согнем еще раз вдвое, делая сгиб. Разложим и к получившемуся сгибу загнем оба края. Верхний и нижний. Напоследок раскроем весь лист, вырезая из него ровные тоненькие и нужные полосочки. Опаньки. Было бы все так легко. Возьмем только две. На одну из них, на самый ее кончик, нанесем небольшое количество клея. К нему приложим вторую полоску так, чтобы она смотрела противоположно первой. Хм, у нее ведь глаз нет. Как она будет смотреть? Формируем пружинку, складывая полосы одна на одну. Только делай это ровно, а то пружинка будет кривая. Лишнее обрежем и склеим пружинку, чтобы не распалась. Ведь на ней будет качаться бумажная пупырка. Немного потянем, распрямляя бумажную деталь. Смотри, не переусердствуй, а то вместо одной пружинки у тебя будет две. Наденем пупырку на пружину. Даже на этом этапе получается очень забавная и смешная оригами игрушка антистресс. Из бумаги. Круто! Можно еще глазки подрисовать, будет живой игрушкой. Пришло время сделать бумажную основу для пупырок. На этот раз берем квадрат, чуть большего размера. Также складываем его пополам, с двух сторон. Раскладываем и загибаем к центру все углы. Эта поделка очень легкая и простая. Все действия почти одинаковые. Ничего не раскладывая, загнем каждую сторону квадрата к центру. А пока я делаю, у тебя есть немного времени подписаться на канал поделки-самоделки и если ты еще не подписан. Присоединяйся к нашей веселой творческой команде и твори вместе с нами. Оцени видео и напиши, какие поделки ты любишь делать больше всего. Раскроем и загнем каждую сторону до первого сгиба, как я. Снова потянем за боковые стороны и начнем собирать одну часть бумажной коробочки. Загибая нижние и верхние края. А уже после соберем и боковые стороны. Делать это легко, так как у нас для этого имеются все нужные изгибы. Если нужно что-то подправить, подправляем. Там уж я думаю сами разберетесь. Единственный момент, не судите строго. Я приклеиваю внутренние уголочки, мне не нравится их торчание. А так намного лучше. Сделаем еще одну такую же заготовку, только размером чуть больше, 21 на 21 сантиметр. Перевернем крышечку, которая чуть больше и на внутренней ее части по центру и в каждом углу обведем бумажную пупырку. Вырезаем по контуру, превращая их в отверстия. Да, это очень круто, класс! Соединим обе бумажные детали, получая отличную и устойчивую коробку для оригами игрушки антистресс. С помощью такой коробочки, твои пупырки всегда будут на месте и не сбегут к соседу. Размести их в своей цветовой гамме и начинай кликать. Это затягивает и кликать хочется еще, еще и еще. А если вдруг пупырку заклинило, не переживай, ее всегда можно исправить. Просто растяни пружинку и все, наслаждайся самодельным антистрессом. Классная? Попыт шуршание. Специально для тебя я покажу, как сделать оригами мини кнопку Попыт из бумаги, своими руками, чтобы вы наслаждались ее шуршанием, как и я. Для оригами кнопки сделаем три детали из бумаги, следующих размеров. Берем самый большой квадрат и складываем его по двум диагоналям пополам. Раскрываем и загибаем каждый уголочек к центру пересечения двух диагоналей. Старайся делать все ровно. Именно от этого будет зависеть качество сделанной оригами мини кнопки Поп-Ит. Получим квадрат с треугольниками внутри. Разделим его по одной стороне на три равные части, на глаз. Загнем нижнюю сторону вверх. Немного. А верхнюю сложим вниз, прямо на нее. С боковой стороны, где виден завиток, посмотрим и подровняем так, чтобы все сложенное было одинаковым. Хорошенько придавим все получившиеся сгибы пальчиками. Теперь раскроем и повторим те же самые действия только с другой стороны. Снова раскроем и потянем за маленькие уголки, раскрывая две боковые стороны. Далее подправим нижнюю и верхнюю часть, делая их бортиками для кнопки. Кто уже знаком с техникой оригами, с легкостью сможет сложить такую мини кнопку из бумаги. А теперь загнем боковую маленькую диагональ. И боковая сторона сама сложится как нужно. Нам останется только лишь правильно ее направить и прижать сгибы. С оставшейся незакрытой стороной, проделаем аналогичные действия. Ну вот, одна мини кнопка для попытки игрушки готова. Какая она все же маленькая. Из квадрата меньшего размера повторим такие же действия, что делали только что. В итоге получая мини кнопку из бумаги меньшего размера. Но тебе, я уверена, складывать бумажные детали по технике оригами будет намного легче. Потому что у тебя пальчики меньше, чем у меня. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Отлично! Из полоски сделаем пружинку для Поп-Ит, мини кнопки. Сложим для начала по длинной стороне пополам, тем самым получая сгиб прямо по центру. Раскрываем сложенное и загибаем обе стороны к центральному сгибу, получая две тоненькие полоски, расположенные рядом друг с другом. Превратим их в одну, простым движением пальцев. Именно такая полоска нам и нужна для прыгающей мини кнопки. Собираем бумажную полоску в пружинку, загибая ее таким образом, чтобы сложенная бумажная ступенька была не больше маленькой Поп-Ит кнопки. И так продолжаем складывать полоску до конца. Субтитры сделал DimaTorzok А вот и она, классная, пружинистая, то что нужно. Немного ее потянем и сразу приступим к сборке бумажного антистресса. Мини кнопки Поп-Ит. Тут у тебя возможно будет не получаться, но ты не бросай поделку. Подправь края, немного расшатая вход одной мини кнопки в другую. А если нужно, еще и прижми все сгибы крышек. После этих действий она точно влезет и будет свободно ходить туда-сюда, издавая незабываемый звук – шуршание. Попробуй, это круто! Оцени, как я сделала поделку из бумаги. Поделись видео с друзьями, пусть и у них тоже будет такая мини кнопка Поп-Ит. А с вами была Таня, на канале Поделки Самоделки. Всем отличных выходных! Пока-пока!